Здравствуйте! Я Алия Минадимия Лёглы, заведующий отделом почтовой связи и бухгалтерского учёта Починского государственного колледжа связи и транспорта при Азербайджанском техническом университете и преподаватель по специальности почтовой связи. Сегодня я вам буду прочитать лекцию, которая называется «Государственные знаки почтовой оплаты и их использование». Есть некоторые почтовые отправления, которые их оплата производится именно государственным знаком почтовой оплаты. Какие это отправления? Письма простые, заказные, письма с объявленной ценностью, уведомления почтовые, извещения почтовые, почтовые карточки, открытки, бандероли простые, бандероли заказные, мелкие пакеты. В этих почтовых отправлениях оплата производится государственным знаком почтовой оплаты. Как производится? Я пример вам приведу, каким образом это производится. Знаем, что есть другие почтовые отправления, которым у них оплата производится в национальной валюте, значит в монатах. Для отправки письма отправитель приносит письмо почтового отделения в закрытом виде. Оператор почтового отделения принимает от отправителя письмо. Первым долгом проверяет оформление конверта. Конверт должен оформляться следующим образом. Значит, вверху, в левой стороне, данные отправителя. Что такое данные? Данные – это фамилия, имя, отчество, адрес и индекс. Внизу, в правой стороне, данные получателя. Тоже фамилия, имя, отчество, адрес и индекс. Но индекс пишется в нижней левой стороне. Там указано место. Значит, вот вверху, в левой стороне, данные отправителя. Внизу, в правой стороне, данные получателя. Внизу, в левой стороне, индекс получателя. А вверху, в правой стороне, наклеивается государственный знак почтового оплаты. А сколько сюда наклеивается? Это уже определяет по тарифу оператор почты. Оператор почты проверяет оформление конверта. После этого извешивает это письмо. Извешивает, определяет весь письмо. Потом под тарифу устанавливает, сколько, на какую сумму надо наклеивать марку. Вот я вам покажу тарифы. Вот тарифы. До 20 грамм. 20 копеек. От 20 грамм до 50 грамм 30 копеек. От 50 грамм до 100 грамм 50 копеек. И дальше. Значит, письмо, минимальный вес письма от 20 грамм, максимальный вес, должно не превышать 2 килограмма. Значит, от 20 грамм до 2 килограмма бывает письмо. И после определения веса письма определяется сумма для отправки. Вот скажем, если извешивал письмо, предположим, 50 грамм. Значит, по тарифу смотрит оператор. За 50 грамм должен оплатить отправитель 30 копеек. Значит, для этого в таких отправлениях, как письмо, отправитель покупает марку, государственный знак почтовой оплаты, сумме 30 копеек. И наклеивает правой верхней стороне, где вместо для государственного знака почтовой оплаты, эту марку. И вот это таким образом производится оплата почтового отправления, которое оплата производится государственным знаком почтовой оплаты. И другой пример скажу. Отправитель отправляет письмо с уведомлением. Оператор принимает у отправителя письмо с бланком уведомления форму 119. И заново определяет вес по тарифу. Скажем, вес был 70 грамм. От 50 грамм до 100 грамм. 70 грамм. Значит, по тарифу оператор смотрит, что за 70 грамм письмо должен оплатить 50 копеек. А за уведомление, вот здесь в тарифе есть, за уведомление 60 копеек. Значит, отправитель должен покупать государственный знак почтовой оплаты 50 копеек плюс 60 копеек. Это делает 1 монад 10 копеек. Значит, на сумму 1 монад 10 копеек покупает с почтового отделения государственный знак почтовой оплаты и наклеивает на отправку, на конверт в установленном месте, где установлен для наклеивания государственного знака почтовой оплаты. Вот таким образом производится оплата. И таким же способом в других почтовых отправлениях, в которых мы говорили, что оплата производится государственным знаком почтовой оплаты. После наклеивания государственного знака почтовой оплаты оператор вставляет на этот государственный знак почтовой оплаты оттиск календарного штемпеля почтового отделения. Оттиск календарного штемпеля почтового отделения должен в наклеивании государственного знака почтовой оплаты на конверт отправляемого письма. Оператор вставляет на этот государственный знак почтовой оплаты оттиск календарного штемпеля почтового отделения. Календарный штемпель почтового отделения должен охватить 1 четвертую часть государственного знака почтовой оплаты. Это для чего? Первое. Когда смотрит отправку, первым долгом смотрит оттиск календарного штемпеля, который вставлен на государственный знак почтовой оплаты. Это определяется этим, в каком почтовом отделении принимался этот письмо. Значит, в оттиске календарного штемпеля указана республика, номер почтового отделения и дата приема почтового отправления. Значит, дата приема письма. А почему должен охватить 1 четвертую часть государственного знака почтовой оплаты? Это для того, чтобы заново, вторично не использовать этот государственный знак почтовой оплаты. Государственный знак почтовой оплаты, то есть марки, этот эквивалент национальной валюте. Государственные знаки почтовой оплаты производятся в учреждении Азербарка, которое образовалось в 1992 году впервые в Гавказском регионе. В национальных государственных знаках почтовой оплаты отражаются орнаменты страны, государства, отражаются изображения древних исторических памятников страны, отражаются памятники выдающихся деятелей искусства, образования, наука, спорта, отражаются изображения национальных орнаментов, отражаются отражения фотографий национальных героев страны. В начале каждого текущего года Азербарка готовит эскизы планированных за год по тематическим планам, предоставляет Министерству транспорта, связи и высоких технологий, после утверждения Министерства действовать по этому тематическому плану. Значит, основной, главный заказчик Азербарки, этот национальный оператор Азербочта. Азербочта получает государственные знаки почтовой оплаты из Азербарки и распределяет этот государственный знак почтовой оплаты по своим предприятиям, так скажем, по своим почтовым филиалам. Почтовые филиалы получают в централизованном порядке государственный знак почтовой оплаты из национального оператора и распределяют по своим почтовым отделениям. Почтовое отделение для получения государственного знака почтовой оплаты из почтового филиала обращается к начальнику почтового филиала требованием для получения государственных знаков почтовой оплаты. Требования бывают в трёх видах. Первое. Заказным служебным письмом. Второе. Заказной телеграммой. Третье. Телефонограммой. Эти требования должны быть регистрированы документы. В требованиях указывается количество номиналов и сумма требуемых знаков почтовой оплаты. Начальник почтового филиала получает требования от почтового отделения, расписывается, вставляет свою резолюцию, направляет главному бухгалтеру. Главный бухгалтер, в свою очередь, готовит расходный ордер на сумму, указанную в требовании и направляет расходный ордер с требованием в главную кассу почтового филиала. В главной кассе почтового филиала приготавливает указанные государственные знаки почтовой оплаты по количествам, по номиналам и по сумме. укладывает брезент в ценный мешок и оформляет накладной форма 16 двух экземпляров. ценный мешок запечатывается по почтовой правиле и с помощью инкассаторского бригады ценный мешок доставляется к почтовому отделению. В почтовом отделении ответственное лицо это бывает начальник почтового отделения или замначальник почтового отделения принимает ценный мешок из инкассаторского бригады по накладной маршрутно-накладной форма 24 расписывается о получении. Отметку вставляет, что получил один штук ценного мешка и расписывается и вставляется оттиск календарного стемпеля почтового отделения. После получения ценного мешка мешок открывается в почтовом отделении таким образом, чтобы не повредился печать или пломба. Считается по номиналам по количествам в государственном знаке почтовой оплаты проводится сверка с накладным форма 16 после этого уже можно аннулировать или ликвидировать этот печать. Почему после этого? пломба потому что во время сверка может быть там нехватка или неправильно какой-то в таких случаях если пломба или печать повреждены значит нельзя доказать что в этом ценном мешке не хватило или обнаружился эта проблема или другая проблема. Для этого после проверки после сверка государственного знака почтовой оплаты с накладным форма 16 после этого уже можно аннулировать или ликвидировать этот печать. Получены государственные знаки почтовой оплаты начальник почтового отделения оприходует в кассу по книге форма 130 по системе Коливера. Значит так пример скажем допустим в остатке марочного государственного знака почтовой оплаты был почтовом отделении на сумму 30 монат и получили из почтового филиала еще на 1000 монат оприходуется 1000 монат к кассу и остаток увеличивается на 1300 монат. Значит кроме общей кассы почтового отделения имеется у каждого оператора в системе Коливера своя касса которая начальник почтового отделения может отправлять туда и наличные деньги и подкрепление государственного знака почтового оплаты по системе Коливера значит и распределяется это государство знаки почтового оплаты по работникам это распределение производится следующим образом начальник между оператором почтовым оформляет расписка в расписке пишется пример говорю оператор Мамедов принимал из общей кассы почтового отделения государственных знаков почтового оплаты следующие там указывается в этом расписке количество вид номинала и сумма общая сумма таким образом пишется допустим 0 20 копеечная 1000 штук равняется 100 монат значит номинал 20 копеечный количество 1000 штук на сумму 100 монат потом номинал 0 30 30 копеечная количество 100 штук штук это сумма делает 30 монат 30 монат потом номинал 0 60 100 штук штук это делает 60 монат потом суммируется эта сумма получается 190 над значит значит на сумму 190 получил оператор у главной кассы из главной кассы почтового отделения по расписке расписка расписывается оба сторона и начальник почтового отделения и оператор почты в расписке расписывается и начальник почтового отделения и оператор почты расписка остается В течение рабочего дня оператор реализует, продает марки, которые в конце рабочего дня отчитываются перед начальником почтового отделения. По расходным приходным отзираниям и кассовой справке РН-42. Начальник почтового отделения принимает отчет из почтового оператора. Определяет, что оператор в течение дня реализовал или, скажем, продавал. К примеру, на 60 монат израсходован государственных знаков почтовой оплаты. Значит, в кассе оператора почты был 190 монат, а продавал в течение рабочего дня на сумму 60 монат. Продавал этот, как понимать, этот марки принимается почтовое отправление, которое оплата производится государственным знаком почтовой оплаты. И на каждую оплату израсходуется из кассы оператора. В кассе оператора по системе Колливера был 190 монат. В течение весь рабочего дня он реализовал, продавал на 60 монат государственный знак почтовой оплаты. Значит, у оператора в кассе в наличии и в кассе остался остаток 190 монат. Отнимаем 60 монат. Остается 130 монат. Значит, в кассе по компьютеру в наличии у оператора остался 130 монат. И в наличии остался государственный знак почтовой оплаты на сумму 130 монат. Значит, начальник почта должен дополнить кассу и в наличии оператора. Государственным знаком почтовой оплаты. Для этого начальник почтовой отделения дополняет наличную кассу оператора. Значит, ему возвращает на 60 монат государственный знак почтовой оплаты. И отправляет по кассе компьютера в системе Кольвера еще 60 монат. Значит, остаток на следующий начало дня в наличии у оператора 190 монат, как в расписке, и в кассе по компьютеру тоже 190 монат. Значит, этот процесс таким образом продолжается. Продал в конце рабочего дня после отчета начальник почты ополняет кассу и в наличии работника, оператора. Чтобы на следующий рабочий день у него в наличии был и в кассе был, что указано в расписке, и столько должно быть у оператора в наличии, государственный знак почтовой оплаты и в кассе. Остаток должно быть столько указано в расписке. Вот так, сколько по знакам государственного почтовой оплаты. Еще главное я вам скажу, что государственный знак почтовой оплаты – это один из атрибутов государства. Как флаг, как герб, как гимн. И государственный знак почтовой оплаты тоже выходит – атрибуты страны. Спасибо за внимание. Пока.